Азовсити Знаю, кто-то сейчас задастся вопросом, ну и на кой мне эта информация закроют, и слава богу, а тут не все так просто, господа, предлагаю под другим углом на данную ситуацию посмотреть, на старт, внимание, представьте, а кто-то ведь вложил в строительство того парка культуры и отдыха, скажем так, деньги, нехилые, кстати, деньги, от 5,5 до 9 миллиардов инвесторы туда вбухали по разным данным, а сейчас аплодисменты. Если вдруг бизнесмены докажут, что не успели отбить свои вложения, никогда не догадаетесь, что случится. Бюджет должен будет выплатить тем бизнесменам компенсацию, то есть мы с вами, как круто, начинаем. Еще немного о бюджетниках и налогоплательщиках. А помните, в одной из прошлых программ рассказывал вам про одного ярого борца с самозанятыми, депутата Госдумы Макарова, но это тот гражданин, что дюже сокрушался, мол, денег в стране и так кот наплакал, а тут до кучи какие-то самозанятые появились, безработные и малоимущие. По-нашему, квартиры бабушкины сдают, дабы ноги с голоду не протянуть, петрушкой со своих огородов торгуют, некоторые вообще коробки в пятерочке разгружают без регистрации, а налогов, понимаешь, государству не платят. Что за беспредел? И предложил данный мужчина изымать у таких непорядочных граждан весь доход в качестве штрафа, мол, либо налоги плати, либо мы подойдем из-за угла. Каждый человек, который ведет такую деятельность, в любой момент может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Это и незаконное предпринимательство, это и уклонение от уплаты налогов. А главное, что это может прийти не государство. И приходит часто рэкет, который говорит... А вот нынче коллеги мои покопались в грязном белье того депутата и выяснили одну очень интересную вещь. Оказывается, доход этого доброго бестеребренника только в 2013 году составил, внимание, почти 100 миллионов рублей, это чуть больше 3 миллионов долларов. Хотя, если объективно, это доход супруги парламентария. Но мы-то с вами понимаем, кто на самом деле в семье Макаровых зарабатывает денюжку. Также в собственности скромного семейства имеется кое-какая недвижимость в Испании. Два земельных участка общей сложностью в 3000 квадратных метров и домик в 300. Почти гектар землицы на родине, где построена избушка в 750 квадратов. А еще две машинюшки системы Lexus. Мне интересно, что человек такого делает, что он по 100 лямов умудряется накосить за год? Депутатская зарплата в 350 тыр, ну хоть с какой стороны на нее, смотрите, там все равно 100 миллионов не получается. А заниматься коммерческой деятельностью у нас, слугам народу, запрещено. Да и о какой коммерческой деятельности в случае с данным персонажем можно говорить в прошлом адвокат? Далеко не самый успешный, ни одного громкого дела. Откуда такое бабло? Но это опять почему-то волнует только меня. Вот помнится, когда у бизнесмена Грудинина нашли счетов на 20 миллионов? У бизнесмена, подчеркиваю, все эти слуги народа в унисон голосили олигарх, оор. Откуда у него деньги? Ага, пропагандисты тогда, помню, еще зубами скрижетали. А вот то, что слуга народа заколымил каким-то чудом в 5 раз больше того бизнесмена и в 25 больше собственной официальной зарплаты, вообще никого не удивило. Зато, ребята, мы все равны перед законом, должны работать исключительно в правовом поле. Не забываем, страна нуждается в наших отчислениях. Хочется поинтересоваться, страна или отдельные ее граждане, которым на очередной сарайчик в Европах не хватает? Но это так. Лирическое отступление – это реальная журналистика Гуляй-Рванина. Тема сегодняшнего выпуска или эх, жизнь-то налаживается? Поехали! Ну, про доходы наших слуг поговорили, теперь давайте о наших с вами доходах вспомним. Слушайте, а ведь растут цифры-то на счетах россиян, как бамбук растут, беспрецедентными темпами зарплаты увеличиваются. Такое заявление в конце прошлой недели сделал министр труда Топилин, чем насмешил всю Россию. А вы уже чувствуете себя олигархами? Да ладно тебе прибедняться-то Топилину, лучше знать, у него там целое министерство специалистов шуршит, которые отчеты составляют. А ты без обид, конечно, но ты ведь не специалист, хотя не только ты один, видимо. Ну что, расскажите мне, насколько у вас выросла ваша заработная плата с начала этого года на 11%, 8800-297-02, дозвонитесь и расскажите. Может быть, выросла, я просто хочу услышать людей, у которых она растет. Пишут, вы просто тут заваливаете по поводу санитаров. Если чуть серьезнее, разумеется, многие из вас задаются вопросом, с какого потолка все эти отопиленные цифры берут. Ну, давайте объясню на пальцах. А мы же живем в стране отчетов, как сказал выше. И отчеты эти, прежде чем попасть на стол какому-нибудь большому московскому чиновнику, проходят через целую кучу инстанций с самого низу. Но первоначальный отчет составили на каком-то предприятии, в больнице, в школе, на заводе, еще черти где. Директор слегка циферки подкорректировал, передал данный отчет выше, в муниципалитет. Оттуда он пошел в район, потом в администрацию губернатора, ну и так далее. И везде в него вносятся очередные коррективы. Короче, в Минтруд в Москву приходит уже сказка о прекрасной царевне Лебеде. Ну, как же так можно корректировать, чтобы не попалиться, спросите вы. А вот это уже второй вопрос, и тут все просто ловкость рук и никакого мошенства. У нас же зарплаты по большей части тарифные, то есть состоят из нескольких разных частей. Оклад, надбавка, коэффициент какой-нибудь и все, что нужно сделать чиновнику-фокуснику в момент корректировки. Слегка увеличить окладную часть, сократив при этом, например, надбавку. Конечная цифра в итоге останется той же самой, а оклад-то получается у человека и правда вырос. И так все в этой цепочке сделали итог. Твоя зарплата увеличилась по сравнению с прошлым отчетом. Чиновнику мне дали почетная грамота, а ты как сидел на подсосе, так и сиди. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 1,1 миллиона человек. С 21,1 миллиона до 20 миллионов человек. Кстати, об этой уловке наших чинуш я вам тоже как-то рассказывал, но напомню, Голикова данную фишку придумала. Однажды она подняла планку прожиточного минимума до уровня минимального размера оплаты труда. Там на пару сотен рублей, по-моему, увеличили данный показатель. Но зато в абсолютных цифрах россиян, живущих за чертой бедности, стало почти на 2 миллиона человек меньше. Улавливаете суть аферы? Малюсенькая корректировочка еще и все. Еще вчера ты считался нищим, получая свои 11 тыр. Сегодня тебе платят 11 сто, и ты уже больше не нищий. Вуаля! Браво, Татьяна Алексеевна! Гениально! А дальше будет еще лучше. У Голиковой появились последователи, ими стали ребята из фракции «Единая Россия» в Госдуме. Прикинули они палец к носу и подумали, а че классно? Мы ведь таким макаром, в принципе, бедности скоренить в состоянии и предложили с 2019 года еще раз поднять мрот вместе с прожиточным минимумом аж на целых 117 рублей снова в десятку. С января будущего года бедных в России станет еще меньше, на этот раз на 3 миллиона человек. Супер, господа! Прикиньте, насколько качественнее через пару месяцев будут выглядеть чиновничьи отчеты. Повышением рот затронет с 1 января 2019 года порядка 3,7 миллиона работников по оценке Минтруда России. Две трети из них работают на государственных и муниципальных предприятиях. Бюджет у аттракцион невиданной щедрости обойдется в 5 миллиардов рублей. Это очень важное решение, за него долгие годы боролись профсоюзы. Короче, друзья, легким движением руки и брюки превращаются в элегантные шорты. Нас с вами снова поимели. Похожие, вряд ли, что в последний раз. Хотя, с другой стороны, а на кого обижаться? Мы ведь сами ничем не интересуемся, ни во что не вникаем. Живем по принципу, куда кривая российской мечты вынесет. Ну вот она и выносит к разбитому корыту каждый раз. Поэтому, ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее прямо надо мной. Больше поводов задуматься о добром и вечном. Заходите, просвещайтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Смирно, равныли нас, и едино. Руку, руку. Товарищ полковник, лишний состав построен на работу готов. Дежурный батальон шурат хурбонов. Здравствуйте, товарищи. С вами был ритм. С вами был ритм. Больно. Больно. Больно батальон.